Дорогие братья и сестры, мы вместе скажем славу нашему Богу. Я хочу поблагодарить всю церковь. У меня не было возможности этим еще поделиться. Несколько недель назад у нас прошел молодежный лагерь. Я просто хочу поблагодарить церковь за то, что у нас есть лагерь, где мы можем собираться. Вы знаете, мы имели служение немножко необычно, как мы обычно делаем. И мы проводили служение просто возле костра. И наш старший пастор также благословил нас очень сильным словом на этих служениях. И мы видели, как Бог, Он сделал свою работу в жизни молодежи, которая была там. Вы знаете, мы иногда, может, не задумываемся или полностью не знаем то, что происходит в жизни молодых людей. Но я скажу, что мы молились за разные вещи. Мы противостояли всякой зависимости. Мы противостояли депрессии. Мы противостояли мыслям о самоубийстве. Потому что эти мысли, они есть реальность для молодежи, которые находятся в наших церквях. И я очень благодарен, что с других церквей также присоединялась молодежь. И мы видели, и я знаю, что многие из них поехали домой с свидетельством о живом Боге. И я хочу сегодня поделиться с нами словом, которое я, как я говорю часто, я проповедую это себе, во-первых. И, конечно же, для каждого слушающего здесь и также по интернету. В названии проповеди, которые я хочу поделиться сегодня. А нам что делать? Вы знаете, мы приходим сегодня в нашу церковь. Мы приходим в здание церкви. Мы наслаждаемся тем пением, которое мы слышим здесь. Я не знаю, как для вас, но сегодня утром я ощутил Божье благословение во время прославления. Вы знаете, когда Бог, Он говорит, Он что-то напоминает, дает какое-то направление в жизни. Мы наслаждаемся общением друг с другом. Мы наслаждаемся, может, вдохновительной проповедью. Но является ли это единственными причинами, почему мы здесь сегодня? Вы знаете, многие люди, они настолько привыкли приходить в здание церкви, что они сегодня думают, что церковь — это именно здание. Но вы знаете, это время, в которое мы живем. Время, которое, я знаю, не постигло Бога сюрпризом. Время, которое Бог имел и продумал все на это время. Мы видим в это время, как церковь начинает выходить из стен церковного здания. Сейчас на эти выходные на нашем побережье проходят служение прославления. Эти служения начались на том побережье. Но теперь они перешли на это побережье тоже. Когда молодая группа людей, они объявляют по статистическим сетям. Они приглашают молодежь на вечер прославления. В пятницу собралось очень много молодежи в штате Нью-Джерси. В субботу вечером было огромное собрание в Нью-Йорке. Сегодня в четыре часа начинается служение прославления в Бостоне. И это все происходит на улице, на виду у людей. И я знаю, что оно производит великое впечатление и влияние на жизнь людей, которые видят это. Вы знаете, когда сам Иисус говорил о церкви. Обращаясь к Петру, Он сказал следующие слова. Он сказал, что «Я сам создам церковь». И врата ада не одолеют ее. Может, мы часто эти слова слышим. Я не знаю, насколько много или каждый из нас о них задумывается. Может быть, где-то в чем-то я повторюсь. Вы знаете, врата — это именно является совет. Иисус, когда говорил эти слова, Он проповедовал людям, которые понимали эти слова. Вот я объясню, почему. Иисус смотрел на то, что окружало Его во время проповеди. И Он использовал эти примеры, чтобы люди понимали слова, которые Он говорил. Потому что даже когда Он говорил притчи, допустим, о сеятеле. Я думаю, что перед проповедью Иисус посмотрел, кто находится вокруг Него. И где-то недалеко там был сеятель, который разбросал семена и засеивал свое поле. И Иисус увидел прекрасный момент, сказал, «Ребята, слушайте». То Царство Небесное, которое я хочу вам объяснить, оно подобно вот этому человеку. И тогда людям было понятно те примеры, которые Он приводил. На то время во вратах сидели люди, знатные люди города. Люди, которых знали все, и люди, которые составляли определенный закон или правило для города. Эти люди, они планировали, как будет двигаться ихний город. И когда Иисус сказал, что врата ада не одолеют эту церковь. Он говорил именно о тех нечистых силах, которые планируют и желаются разрушать этот мир. Мы знаем, что желание дьявола есть единственное. Это чтобы разрушить все прекрасное, что создал Бог. В наше время мы видим, как Он разрушает именно личность мужчины и отца. Мы видим, как Он разрушает именно личность женщины и мамы. Мы видим, как Он старается разрушить сегодня союз семьи. Но Иисус сказал сегодня для нас, что мы являемся той церковью, которая сможет преодолеть, которая будет сиять, и сегодня, как это выглядит для нас практически. И я хочу, чтобы мы посмотрели на Евангелие от Луки, первая глава. И я хочу кратко поговорить об истории Иоанна Крестителя. Я хочу напомнить тему моей проповеди, о нам что делать. Первая глава, 15 стих, говорит следующее. Ибо Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И придет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Мы видим, здесь говорится пророчество о Иоанне Крестителе. Здесь говорится еще до его рождения. И Писание говорит, что Он исполнится Духом Святым еще в отчреве Матери. И даны определенные условия для его жизни. Что не будет пить вина и секера. Писание говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Я хочу пояснить, чем немножко для нас, или немножко расширить это место Писания. Зачастую, когда мы говорим, мы думаем только об алкоголе. Но вы знаете, Писание говорит немножко больше и всегда глубже. Я понимаю это вот так. Не ставьте приоритетом наслаждения в вашей жизни. Но да будет главный приоритет быть исполненным Духа Святого. Может быть мы не пьем вино сегодня. Но мы очень сильно увлеклись каким-то развлечением. Мы сильно озабочены о тем, чтобы нам было очень приятно. Видите, когда Иоанн Креститель родился, Писание говорит, что он очень много времени проводил в пустыне. Он отделял себя от повседневной жизни. Для того, чтобы потом вернуться на проповедь. И когда он свидетельствовал об Иисусе, он говорил, что тот, который сказал мне, он мне объяснил, что вот таким будет Иисус. Именно он мне сказал, что я буду должен делать. И мы видим результат проповеди Иоанна. И это мысль, которую я хочу оставить для каждого из нас сегодня. Давайте мы посмотрим в Евангелие от Луки 3 глава, 10 стих. И прочитаем следующие 4 стиха. И спрашивал его народ, это во время его проповеди, и спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему. У кого есть пища, делай тоже. Пришли им мы-то рекреститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он ответил и сказал им, ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? Видите, это проповедь Иоанна Крестителя, которая была исполнена силой Духа Святого. Она начала проникать в сердца людей, которые окружали его. И начал всплывать самый главный вопрос в жизни. И они приходили и говорили, а что же нам делать? Вы знаете, в наше время сейчас, в котором мы живем, люди приходят к нам с разными ситуациями в их жизни. Люди приходят к нам с разными ситуациями в их жизни. Вы знаете, сегодня мы часто слышим слово развод. Нередко мы видим болезни в жизни людей. Особенно в это время огромная потеря работы. Люди теряют близких людей в своей жизни. И вы знаете, куда людям сегодня обращаться? Куда людям сегодня идти? И этот вопрос сегодня звучит для тебя и меня. А что нам делать? И мы видим, что Иоанн Креститель, он начал показывать людям. Он начал обращать людей обратно к Богу. Когда Писание говорит, что он придет в духе пророка Илии. Писание говорит, что он возвратит сердца отцов к детям. И сердца детей к отцам. Вы знаете, когда я начал рассуждать над этим местом Писания. Опять же, думая, неужели здесь говорится всего лишь только об отношении отцов и сыновей. И когда я прочитывал определенные толкования, есть объяснения, которые звучат об этом Писании намного глубже. Вы знаете, Илья пришел в то время, когда было полностью отступление от Бога. Люди оставили Бога, они служили идолам. И Илья пришел с таким действием, которое заставило людей воззапить, что Господь есть Бог. Он обратил лицо людей обратно к Богу. Он обратил лицо людей обратно к закону Божьему. И мы видим здесь, когда Он говорит, что люди спрашивали, а что нам делать? И мы можем напрямую поставить параллель здесь, где Он учит, когда Он сказал, то, что им делать, оно связано с десятью заповедями. Не берите больше, чем вам положено, это значит, не кради. Не обижай людей, значит, не убивай. И так далее говорится. И вы знаете, Он обращал лицо людей, чтобы, как Писание говорит, чтобы Бог мог пришел и явить свою милость народу. И я хочу оставить эту мысль для нас сегодня. Дорогая церковь, вы являетесь свет миру сегодня. И люди будут приходить к нам с разными ситуациями и спрашивать нас, что же нам делать в это время. И если мы не наполнены Господом в тот момент, если мы не наполнены Духом Святым в то время, мы не сможем дать ответ. Я один раз, может, делился этим свидетельством. В общении с моими соработниками, одна девушка меня спросила такой вопрос. Она говорит, откуда ты знаешь, что, когда ты познакомился с женой, что это будет именно тот человек, на котором ты должен жениться? Откуда ты знаешь, что вот это именно вот она, вот это та, которая моя? Вы знаете, может быть, я мог начать рассказывать какие-то характеристики о моей жене, которые мне очень нравятся. Но в тот момент у меня всплыла только одна мысль. Я начал ей рассказывать о местописании, где говорится, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Я сказал, моя Библия учит меня, что я должен вот так любить. И когда мы с ней познакомились, я начал общаться, я знал, что именно это тот человек, потому что у меня было это основание в моей жизни. И я продолжал объяснять ей это местописание. Она говорит, перестань, у меня слезы уже наворачиваются. Потому что я знаю, что в нее жизни. Она ищет мужчину для себя, чтобы был мужем и отцом. Но она знает то, что происходит в этом мире. И она боится отдать себя человеку другому. И этот человек задает вопрос, что мне делать? Мы должны иметь ответ для таких людей. Недавно я услышал еще один пример подобного действия. Он очень сильно впечатлил меня. Если я не ошибаюсь, это было в штате Калифорнии. Один полицейский, который был на должности детектива. Этот полицейский, он арестовал одного преступника. Это был молодой черный парень. Этот человек сделал очень много преступлений к такому уровню, что детективы уже следили за ним. Он арестовал его и посадил в машину. И он начал везти его в тюрьму. Но вы знаете, по дороге в тюрьму он сделал одну остановку. Он остановился в одну кофе-шапу. И он купил этому человеку стакан кофе и булку с этого шапа. И он просто пообщался с ним как с мужчиной. И после этого он привез его туда в полицейскую станцию. Там сделали все, что нужно сделать, и этого мужчину посадили в тюрьму. Но по словам этого мужчины, именно действие этого детектива, он сказал, я увидел, что этот человек обращался со мной как с человеком. Это настолько сильно впечатлило его, он начал искать Бога, когда он был в тюрьме. Он начал читать очень много Библии. Он покаялся там в тюрьме. Этот детектив регулярно приходил и посещал его. Вы знаете, это необычно для нас слышать в это время. Мы знаем, что иногда аресты проходят и они могут пройти жестоким образом. Но этот был другой человек. И он, когда имел это общение с этим тюремщиком, этот тюремщик покаялся, его скоро выпустили из тюрьмы. Когда его выпустили из тюрьмы, он настолько был впечатлен всем, что произошло. И своей новой верой в Бога, что он открыл дом для людей, которых выпускает из тюрьмы и где они могут пожить, пока они могут обратно вернуться в общество. В этом доме он им служит и множество из них каются и становятся христианами. И в этом году сам президент Америки он пригласил этого человека в Белый дом. Сам президент настолько был впечатлен его действием. Президент, кстати, был, присутствовал в их доме, где они служат этим людям. И перед всей нацией президент почтил этого человека и сказал, сейчас, как президент, я прощаю и отнимаю все преступления, которые когда-либо сделал вот этот человек. И этот человек стоял, и он просто плакал. Вы знаете, и во всем этом отвечался вопрос. А что нам делать? Дорогая церковь, Бог сегодня дал вам силу. Лично каждый из вас имеет дух святой в вашей жизни. Писание говорит, что напоминанием возбуждайте здравый смысл. Напоминайте, чтобы наш разум был направлен правильно. Чтобы мы, когда встречаемся с разными людьми, мы никогда не сдерживали ту любовь Божья, которая внутри нас. Давайте будем ответом сегодня на этот вопрос, что нам делать в это время. Давайте поднимемся на ноги и сейчас помолимся именно об этом. Добрыйник. Отец, я величаю имя Твое. Господь, я благодарю Тебя за это время. Я благодарю Тебя, Господь, за этот прекрасный день, который Ты даровал нам быть в доме Твоем, Отец. Господь, я благодарю Тебя, что церковь Твоя это не кирпичи, это не стены, Отец. Я благодарю Тебя, что церковь Твоя она живая сегодня, Господь. И она сегодня скреплена, Господь, взаимоскрепляющими связями. И каждый человек он делает свою меру то, что Он может делать, Отец. Я прошу, пускай сегодня это откровение, Господь, оно сегодня пронзит жизнь каждого из нас, мой Бог, чтобы мы выходили отсюда и могли быть ответом людям, которые спрашивают, что нам делать сегодня, что нам делать, когда все рушится вокруг, когда падает экономика, когда просто все разрушается. Господь, помоги нам, как церковь, иметь влияние на то общество, которое окружает нас. Мой Бог, наполни нас силою Твоей, потому что без Тебя, Господь, мы не сможем сделать ничего. Если мы увлечены только, Господь, своим достатком, если мы увлечены развлечением только себя лично, мой Бог, мы не сможем тогда, Господь, смело говорить, что Дух Божий на мне, ибо Он помазал меня. Дух Божий на мне, и я даю Тебе то, что сегодня имею. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Отец, я прошу, благослови Твою церковь в это время. Благослови молодежь, которая прославляет сегодня на улицах Бостона, мой Бог. Да будет сегодня помазание на этом служении. Да многие услышат, Господь. И воззовут и скажут, Господь есть Бог. Господь есть Бог, мы величаем Тебя. Мы молимся, Господь, за нашего президента. Мы молимся за всю полицию, Господь, нашей страны. Защити их, мой Бог, аллилуйя. От того, что происходит сейчас, мой Бог. Я прошу, чтобы еще много и много полицейских поднимались и силою Твоей, Господь, приводили тюремщиков к Тебе, мой Бог, аллилуйя. Чтобы это был пример, который зажжет еще многие, Господь. Являть силу и любовь Твою. Да будет благословено имя Твое. Благослови нас на этом месте. И когда мы пойдем в наши дома, наш чудный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.